Тюмень Тюмень встретила экстремалов морозом и снегом. Впрочем, согревали пилотов выброс адреналина и жажда победы. На сегодняшний день заявилось более 20 участников. 18 пилотов в настоящее время участвуют. Если мы будем развивать автоспорт, мы сможем уменьшить аварийность на дорогах города Тюмени. Почему? Потому что наши юные автолюбители спорта могут приехать посмотреть, чем это чревато, а также могут поучаствовать, поездить на трассах, которые предназначены для автоспорта. То есть это гонки на льду и тем самым показать свои результаты. Это не просто развлечение, а серьезное соревнование, говорят организаторы. Важно не просто отправить свой автомобиль в занос. Машина должна полностью слушаться своего водителя. Такой навык требует серьезных тренировок. Зимой владельцы заднеприводных автомобилей так и норовят войти в каждый поворот красиво. Но это небезопасно и для других участников дорожного движения. В Тюмени нашли выход, создают специальные сезонные трассы. Там выпустить пыл может каждый. Поддерживают это начинание и власти. Важно то, что создаются условия Федерации автоспорта для вовлечения нашей молодежи, проявить свой и выплеснуть адреналин в безопасном месте в зимний период, для того, чтобы все-таки на городских улицах ездить так, как подобает соблюдению всех правил дорожного движения. Оценивали участников в двух классах А1600 и Д2 классика. Победителями стали спортсмены из Омска и Кургана. В Тюмени, между тем, прошел первый этап Кубка. Следующий состоится в Кургане 20 и 21 января. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сургут, Интерновости. При поддержке Вести, регион Тюмень.